Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ранчу Санчу. Кто давно со мной на канале, тот знает, что я просто обожаю ребра в любых видах приготовления. Да потому что ребра это есть и косточка, есть и мясо. То есть можно и мяска поесть, и можно поголодать косточку, и это очень вкусно. Так вот, для любителей, кто любит ребра, офигенный вариант это корейка. Почему корейка? Чуть не сползла. Почему корейка? Да потому что также есть косточка, которую можно вкусно поесть. И для любителей шашлыка здесь будет хорошее мясо на костре. Так вот, корейка подходит только для тех людей, кто знает толк в мясе и в прожарке его. Потому что многие пишут, что корейка невкусная, потому что она сухая. Так вот, во-первых, мясо должно быть. То есть смотрите, чтобы здесь были прожилочки вот такого сала. Когда оно будет топиться, вытапливаться кусочек, будет становиться сочным. А во-вторых, нужно самое главное, просто взять и не передержать этот кусок мяса. То есть только он дошел до готовности, сразу же его снять. Либо же его снять, процентов 5 не дошли до готовности. Сняли, и мясо уже само дойдет. И тогда ваш кусочек с косточкой будет очень вкусным и очень сочно. Сегодня я показываю еще один маринад для корейки на кости. Смотрим, ставим лайки, пишем комментарии. Погнали! Что нужно сделать с мясом? Первое, это я удалил отсюда с ребер пленку. Обязательно это сделайте, потому что ее потом будет неудобно сжевать. Смотрите, мясо у меня фермерское, поэтому здесь были косточки, которые я тоже удалил, чтобы легче было прорезать мясо. И далее просто что делаем, это нарезаем на порционные стейки. Вот так вот по косточке прорезаем кусочки мяса. Мясо получается шикарное. Слой жирка, вот это мясо, косточка, класс, будет сегодня вкусно. Кстати, забыл сказать, с другой стороны, когда я купил мясо, я тоже что сделал, это обработал. Вот здесь вот достаточно много жира было, я его срезал, это будет уже лишнее. И далее сделаем вкусный, хороший маринад, достаточно быстрый, который быстро промаринует мясо. Для этого берем хорошие какие-нибудь спелые томаты, чтобы внутри они были не белыми, а достаточно, видите, много мякоти, много сока. Стараемся найти такие. Их нарезаем вот так вот, хаотично. И отправляем в тару. В глубокую, где мы замесим маринад. Помидоров берите приблизительно на 6-7 кусочков. 4 помидора, вот таких вот, будет достаточно. Такой же шашлык без обычного репчатого лука. Берем репчатый лук и нарезаем полукольцами. Лука возьмите приблизительно 2-3 головки, этого будет достаточно. Понадобится немного аромата чеснока. Его просто мелко крошим. Сначала так, а потом еще измельчим. 3 зубчика будет достаточно. Не совсем в труху, но вот так вот измельчить его надо. И добавляем в маринад. И далее пойдет травушка, муравушка и специи. Здесь должно быть достаточно много кинзы. И ее уже мелко шинкуем. И специи берем кориандр. И в ступе его хорошо размолим. Пол чайной ложечки. Кориандр отправили. Из остроты я добавляю хорошую, очень острую аджику. Ее сюда чуть-чуть, потому что она очень острая. Также для цвета добавим обычные паприки. И соль, перец по вкусу. Чуть-чуть оливкового масла. А теперь не боимся, берем руку. И все это хорошо здесь. Начинаем переминать. И теперь в этот маринад отправляем кусочки мяса. Их стоит здесь перемешать с этим маринадом. И в таком виде оставляем приблизительно на час, можно на два, и мясо будет готово. Поверьте. Друзья, мясо у нас замариновалось. А сейчас вообще коротенькая рекламочка, но реклама по делу. Кто часто сталкивался с тем, что вы покупаете уголь в магазине, идете разжигать, а они либо быстро прогорают, либо не дают того жара, что вам нужно. Особенно зимой, я думаю, многие. И с тем же самым сталкиваюсь я, и меня это просто раздражает, калит. И я не знаю, не нашел хороших углей. Либо же они будут архи очень дорогие, либо же приходится целый мешок над вашим Пура высыпать, поджигать, ждать. Короче, раздражает. Так вот, друзья, у моего коллеги по YouTube-каналу есть магазин. В этом магазине продаются угольные брикеты. Вот такие вот, они долго держат жар. Во-первых, на них можно пожарить шашлык, вторую партию шашлыка. Еще и грибочки, еще и картошечку. Короче, это очень круто, экономно. То есть мешок там углей стоит 250-300 рублей, не важно. Здесь это будет стоить подороже, но это более экономично. И с помощью стартера вам не нужно заморачиваться. Лить рожишку, там что-то еще. Конечно же, лучше все сделать на дровах. Но у кого нет дров, пожалуйста, угольные брикеты. В магазине Маэстро Барбекю, Бибикю. Заходите, смотрите, приобретайте, если что. Потому что я вам сегодня покажу, как на них вообще удобно и классно приготовить мясо. Если что, кстати, проходите тоже по ссылочке внизу. Будет магазин, и там будет ссылочка в описании на Ивана. У Ивана тоже очень вкусный, очень клевый канал, связанный с Барбекю. У кого есть, посмотрите, очень классно. Там много очень клевых рецептов. И очень клево, что это можно использовать не только для гриля. А вы увидите сегодня, что очень удобно использовать, как я, для мангала. Поехали дальше делать шашлык. Что мы делаем с мясом, когда оно замариновалось? В нем вот это вот все много, вот маринада на нем. И он будет гореть. Поэтому все, этот маринад отдал мясу, что нужно. И теперь его хорошо очищаем весь кусочек. И убираем в сторонку. Друзья, а остатки маринада мы не выбрасываем. Из него мы сделаем вкуснейший соус. Я первым делом приготовлю соус. А чтобы сделать соус, это отправили сюда весь маринад. Добавляем небольшое количество сюда воды. Где-то 100 миллилитров. Зажигаем огонь. И даем 10 минут приблизительно провариться овощам. 10 минут это все прокипело. И теперь это надо хорошо измельчить в блендере. Отправляем все в блендер и все это измельчаем. Это нужно будет все пробить через вот такое вот сито. Чтобы соус уже был точно прям однородный. Вот так вот его пропускаем. Вот такая уже сухая масса остается. Она не нужна. Вот столько, кстати, соуса получилось. Не так уж и много, но этого будет достаточно для шашлыка. Включаем огонь. Отправляем сюда небольшой кусочек сливочного масла. И теперь варим до небольшого загустения соуса. Друзья, через 10 минут соус готов. Он остается вот таким вот до сих пор жидковатым. Но это самое то. Ничего в этом страшного нет. Очень вкусно. А теперь занимаемся мясом. Мешочек у меня чуть-чуть порвался, потому что идет дождь намокла. И устанавливаем стартер. И ждем 10 минут. Через 10 минут, может быть 15, все угли готовы. Вот это класс. Не надо заморачиваться. Вот приблизительно через 15 минут мы получаем хорошие разогретые угли. Теперь их высыпаем. Отправляем решетку. И выкладываем шашлык. И самое время перевернуть мясо. Отлично. Хорошо прожаривается. Поджаривается. Друзья, мясо готово. Ох, даже отделяется. Выкладываем. Друзья, погода немного испортилась. Но это не помешало нам приготовить вкусный кусочек мяса. По соли угадал вообще. Друзья, мясо прям жирненькое. То есть, о чем я и говорил. То есть, вот видите, сколько соков здесь. Это мясо можно взять, полить вот этим вот прям соусом. И пробовать отрезать вкуснейшее мясо. Это вообще класс. Ох, как рвется. Хлебушек. Я люблю, когда прям в соус. Друзья, это великолепно. Но скажу, что такое мясо нужно есть сразу же, пока оно горячее. Пока оно горячее, оно будет у вас сочным. Это то, что нужно. Вот вам и еще один вкусный рецепт. Вашу копилочку. Мясо на кости. Корейка. Готовьте себе такие вкуснятины. Всем до новых встреч, до новых видео. Пока. Вот это вкуснятина. Ммм. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.